Вопрос очень важный, для чего мы ставим свечи. Мы прекрасно понимаем, что некоторые люди ходят в храм постоянно, более знакомы с духовной жизнью, глубоко. Некоторые люди более поверхностно, то есть те, которые редко ходят в храм, не каждое воскресенье, от случая к случаю, или когда какая-то скорбь переключится. И, как правило, приходы очень большие, людей много, и чтобы узнавать духовную жизнь, надо либо активно самому учиться, читая духовную литературу, либо ходить в какую-то воскресную школу на встречу с освященником, где он рассказывает основы веры. У многих людей на это нет времени или желания, то есть не сами изучают духовную литературу, не ходят в воскресную школу, но чтобы помолиться, они вот так вот смотрят, что там в храме происходит, на первый взгляд. И на первый взгляд, самое первое, что люди, придя в церковь, они видят, что там зажигают свечи, ставят перед иконами или мощами святых, крестятся, целуют эти иконы и стоят, молятся у вот этих вот икон или мощей, и после этого часто сразу уходят из храма. То есть не видят, что дальше происходит или вообще что-то в глубине за этим. То есть свечи – это первое, что видится в храме, и, к сожалению, у многих остается последним. То есть люди не понимают смысл вот этого действия, почему горят свечи, что они означают, для чего они нужны. И более того, очень часто вообще встречается мнение, что в церкви должно быть все бесплатно, в том числе и свечи. Вот я слышал, что многие люди говорят, почему свечи платно в церкви, должно быть бесплатно, зашел, взял и зажег свечу. Если рассмотреть происхождение этого обычая, откуда он берется, то есть мы должны просто понять и вспомнить, что до революции электричества не было, его не существовало, точнее оно было в природе, но человеком не использовалось. Не было лампочек, не было люстр, не было паникодил, а освещалась церковь именно свечами. Свечи – это освещение церкви. По заповеди библейской, каждый человек должен отдавать десятину в церковь. То есть десятую часть своего имущества, всех заработков для содержания храма, для их строительства, для обновления, реконструкции. У церкви очень много расходов. Но в советское время коммунисты громили церкви, многим людям мешали ходить в храмы, и церковь была поставлена на грань выживания. То есть влачило такое нищенское существование, было очень сложно найти деньги на ремонт храмов. А традиция ставить свечи с появлением электричества сохранилась. То есть в появлении электричества нужды в освещении не было, но люди, как и ранее, ходили, зажигали и ставили свечи. И вот свечи еще до революции стали способом пожертвования на храм. То есть церковь производит свечи, потому что раньше люди делали свечи сами, все дома. Подсобное хозяйство было, свечи, лучины или еще что-то. И вот церковь, чтобы человек не тратил время на изготовление свечи, чтобы прийти с зажечь ее в храме, церковь стала сама делать свечи и ложить их вот туда, в церковной лавке, для того, чтобы человек брал эту свечу уже готовую и жертвовал что-то на содержание храма. То есть это не плата, это не цена, это не продажа, это пожертвование. И вот свеча является жертвой Богу, в том числе и в первую очередь материальной. То есть если мы будем, вот успокоимся, уже было обсуждение на эту тему, я выступал, я рассказывал, и много было негатива, люди возмущались, что это такое, Бог требует деньги, свечи опять должны быть бесплатными. Я сказал в первом видео, что бесплатная свеча, это не имеет смысла никакого. То есть освещение в храме и так есть электрическое. Ты зажигаешь свечу, на которой церковь потратила деньги. То есть ты попросту взял церковные деньги и сжег их. Ну если посмотреть честно, спокойно, беспристрастно. Поэтому смысла бесплатной свечи нет. Зажечь ее просто, чтобы сгорели церковные деньги. Поэтому, если у человека нет денег, люди приходят в храм и говорят, вот у меня нет денег, тяжелая материальная ситуация, то, наверное, бессмысленно ему зажигать свечу и сжигать церковные имущества, которые предназначены для сбора пожертвований на храм. А лучше всего ему подойти в церковную лавку и сказать, я хочу, чтобы за меня помолились и подать записки. Денег у меня нету пожертвовать, пусть батюшка во славу Божию помолится. Или покрестит, или еще какие-то отпевания совершит, другие требования. Никто никогда в церкви никому не отказывает, кто не имеет материальной возможности пожертвовать. Поэтому можно не зажигать свечу, просто поставить помолиться. Но если уж так важно зажечь свечу, пожалуйста, берите, зажигайте. Но, собственно говоря, смысл этого действия нивелируется, потому что смысл зажигания свечи – это пожертвование. Ты жертвуешь деньги за то, что церковь вложилась в производство этих свечей, помогая содержанию храма. Помоги, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok